Звать в гости в неубранную квартиру не принято. В торговле дурной тон принимать покупателей в грязном магазине. А уж пыли за два месяца накопилось немало. А теперь нужно не забыть и еще о ряде условий, при которых можно работать. Скотчи, антисептики, маски, перчатки – все для завтрашнего открытия. Готовы к открытию? Да, мы готовы. Мы рады, что нас открывают после такого длительного простоя. Ну а готовы соблюдать все эти требования? Мы все нормы Роспотребнадзора, мы будем все соблюдать. Все у нас для этого есть. Антисептики, разметка, работать в перчатках, работать в масках, измерять постоянно температуру. Один человек на 4 квадратных метра. Разметки у нас все будут. А вот популярный магазин одежды встречает уже таким знакомым набором – антисептик, маски, перчатки. Их будут выдавать всем желающим. А покупателям придется играть в шахматы, самими собой, друг с другом. Дело в том, что на 4 квадратных метрах может находиться лишь один человек. Именно поэтому пол превратился в шахматную доску. И так будет в каждом магазине. Тяжело, тяжело было, но мы рады, что мы открылись. Мы ждем покупателей, потому что надо работать. И покупатели уже засиделись дома, так как шоппинг – это любимое дело каждого, я считаю. Поднять для себя настроение. Завтра, наконец-то, открытие. Как подготовились? Завтра открытие. Подготовлены полностью персоналы. Санитарные нормы все у нас созданы. У нас, то есть, на полу у нас полностью идет разметка. Также у нас наличие антисептик для посетителей. Маски одноразовые, если, допустим, у покупателя не будет с собой. И перчатки тоже одноразовые. Тоже у нас все это имеется. Перед кассами или витринами появились красные зоны. Они отделяют посетителей друг от друга на полтора метра. Это и есть социальное дистанцирование. Собираться группами нельзя. Зоны отдыха под запретом. Бесплатный Wi-Fi тоже. А вот поесть, пока дети резвятся, не получится. В торговых комплексах закрыты фудкорты и детские игровые комнаты. И когда они откроются, точных сроков нет. Количество входящих посетителей будут ограничивать сотрудники комплекса. Внутри все должны быть в масках. В «Каскаде» приняли решение выдавать средства защиты бесплатно, если у человека их нет. Борьба была долгой за открытие. Тяжелой и напряженной. Правительство вместе с надзорными органами сейчас, и даже с госпотребнадзором, пошли навстречу бизнесу. Благо, эта ситуация с распространением ковида позволила нам это сделать. Но сейчас равновесие, скажем так, достаточно хрупкое. И от наших с вами совместных действий с завтрашнего дня по открытию торговых центров будет зависеть то, каким образом дальше будут развиваться события. Эти признания звучат от заместителя председателя правительства Омской области на утреннем селекторном совещании с представителями торговых комплексов. Все оказались в одном положении, соглашается генеральный директор «Каскада» Елена Кокорина. Но двухмесячный простой такой огромной машины бизнеса, как деятельность торговых комплексов, серьезный финансовый удар. Но даже в таких условиях арендная плата на времени рабочих месяцев отменена. Если говорить о настрое наших арендаторов, наших предпринимателей, то, конечно, заходя к нам, все заходят с поздравлениями. Для нас это праздник, для арендаторов тоже, потому что это основной род нашей деятельности. И, конечно, за период самоизоляции, начиная с 28 марта, и он, собственно говоря, и продолжается, для нас это очень сложный период времени, для всех. Для всех предпринимателей, для торговых комплексов, торговых центров. Я не говорю сейчас про другие отрасли. И, конечно, что начались послабления, даже пусть с ограничениями, мы готовы их соблюдать. Все понимают меру ответственности, все-таки мы взрослые все люди, непосредственно и сами управленцы торговых комплексов, и непосредственно арендаторы. Конечно же, если кто-то не понимает из арендаторов, из наших партнеров о том, что сверхсерьезно нужно подойти к открытию, будут индивидуальные меры с нашей стороны все-таки предприниматься. Просто эти магазины как минимум не будут работать. Потому что мы не хотим допустить, чтобы наша сфера послужила, не дай Бог, увеличением распространения или чего-то такого образа. Поэтому, конечно же, с полной ответственностью мы подходим к открытию, будем стараться соблюдать все нормы и правила. Если есть нерадивые покупатели, те, которые не заботятся ни о себе, ни об окружающих людях, которые вокруг находятся, но со своей стороны будем разъяснять. Но если не будет получаться, то у нас есть органы, которые этим занимаются. Такое право у нас есть приглашать. Поэтому начнем работать, а дальше посмотрим. Торговые комплексы начинают работу завтра с 10 утра и до 8 часов вечера. Выходные и праздничные дни нерабочие. Такой график придется соблюдать до особого распоряжения штаба по предотвращению распространения коронавируса. Денис Ионос, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Денис Ионос, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Денис Ионос, Андрей Кузьмин, Антенна-7.